В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. 30 человек пришлось эвакуировать из дома на улице Клинической в Самаре. Причиной стал пожар в одной из квартир на 10 этаже. Обошлось без жертв. Подробности в нашем сюжете. Огонь разгорелся около 7 часов вечера. Горела вот эта 37-я. Квартира на 10 этаже. Первыми тревогу забили соседи сверху. Квартира Аллы Анатольевны как раз над той, что горела. По словам женщины, сначала не поняла, что случилось. Внезапно за окном повалил густой дым и в комнате резко запахло горю. Женщина вызвала пожарных и за считанные секунды спустилась на этаж ниже. Начала стучать в дверь к погорельцам. Несколько минут никто не открывал. Позже сосед все же вышел. Возможно, женщина спасла ему жизнь. Сам мужчина что-то пояснять отказался. Ушел подальше от дома. По словам соседей, мужчина злоупотребляет алкоголем и чего-то подобного. От него ждали уже давно. Но выводы делать рано. Точные причины пожара установит экспертиза. Квартира погорельцев сильно пострадала. Огонь захватил площадь в 20 квадратных метров. А у соседей даже через стену закоптились обои. Тяжелых последствий удалось избежать. Обошлось без человеческих жертв. На месте ЧП работали 8 единиц спецтехники и 24 человека личного состава. Мобильные телефоны, сумки, одежда. Всего более 50 тысяч единиц контрафактного товара было изъято при попытке его незаконного ввоза в Россию. Груз, который выдавали за фирменные и весьма недешевые вещи задержали самарские таможенники совместно с сотрудниками пограничной службы управления ФСБ по Оренбургской области. По данным силовиков, везли подделку на двух грузовиках из Казахстана в Москву. Кроме того, в фурах находилось 600 биноклей известного отечественного бренда, которые также оказались поддельными. Возбуждено уголовное дело. Завод нам подтвердил, что данные бинокли сделаны очень похожи на оригинал, но в то же время являются ненастоящими. Таким образом, завод оценил ущерб, нанесенный действиями нарушителей, в сумме более 4,5 миллионов рублей. Три тонны свиного сала отправили на переработку на трассе недалеко от Тольятти. Сотрудники областного управления Россельхознадзора и инспекторы ДПС остановили грузовик с номерами Пензенской области. При проверке документов водитель нервничал, на что были причины. В коробках из-под бананов мужчина перевозил свиной шпик. Документы на груз, подтверждающие его качество, у водителя отсутствовали. В итоге выяснить происхождение сала не удалось. Мужчину, ждет штраф, а все изъятое отправили на переработку на дубовую медский ветсанутельзавод. У каждого человека, кто продукцию везет, должна быть на продукции документы. А уж на свиноводство, обязательно на продукции свиноводства должно быть ветеринарное свидетельство, которое говорит о благополучии местности, из которой вывезено, ну а также, что животное забито здорово. Ставки сделаны, ставок больше нет и не будет. В Самаре полицейские накрыли незаконное казино. Злачное заведение располагалось на первом этаже жилого дома в Самарском районе города. В момент проверки в помещении, состоящем из трех залов, находились 13 человек. Это дилеры, менеджеры, охранники и один любитель попытать удачу. Вся незадержанная операция проходила при поддержке бойцов СОБРа. Сейчас полицейские устанавливают организатора незаконного бизнеса. При работе на месте происшествия сотрудники полиции изъяли три стола для игры в покер и рулетку, фишки, колоды карт, игровые автоматы и 58 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято профессиональное решение. Езда по вечерним улицам продолжалась недолго. Инспекторы ДПС совместно с активистами общественного движения «Ночной патруль» задержали нетрезвого водителя. Его иномарку заметили жители одного из домов на улице Революционной в Самаре. При паркованной машине двое молодых людей распивали алкоголь. Недолго думая, очевидцы позвонили на горячую линию «Ночного патруля». Активисты «Ночного патруля» подъехали, стали наблюдать. Через какое-то время данное установили начало движение, после чего была передана информация сотрудникам ДПС. Машину остановили уже через несколько минут. Преследование выяснилось, водитель и пассажир действительно находились в нетрезвом состоянии. Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение прав. А вот жителю Сызра незапьяной покатушки грозит уголовная ответственность. Поколесить по улицам он решил на чужом автомобиле. Возле одного из магазинов инспектора ДПС заметили вазовскую легковушку. Состояние водителя вызвало подозрение. Требования остановиться он проигнорировал. Погоня продолжалась недолго. Позже выяснилось, водитель действительно был пьян, а машина, на которую он разъезжал без разрешения, принадлежит клиенту автосервиса, где работал ночной гонщик. На него завели уголовное дело. Сотрудниками областного управления ФСБ задержан начальник Куйбшевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения трансэнергофилиала ООО РЖД Владимир Ющин. Его подозревают в мошенничестве. По данным силовиков, мужчина получил 1 миллион рублей от руководителя Рузаевского линейного отдела Куйбшевской дирекции по энергообеспечению. За это мужчина, по данным силовиков, обещал подчиненному общее покровительство. Задержали Ющина с поличным после получения денег. Умение быть свободным – целая наука. Ежегодно в России из мест лишения свободы выходит порядка 250 тысяч человек. Но после отсидки найти свое место в жизни и адаптироваться в свободном обществе могут не все. Воспитывать в уголовниках законопослушных граждан, готовых к компромиссам, теперь будут в Самарской 15-й женской колонии. Там открылся первый в губернии реабилитационный центр. Подробности в нашем сюжете. Ванная комната, спальня, кухня. Обстановка максимально приближенная к домашней. Именно в таких условиях, уверены, специалисты должны находиться те, кому вот-вот предстоит выйти на свободу. Елене Поляковой до освобождения всего шесть месяцев. В колонии женщины уже два с половиной года. Но даже за это время, по ее словам, отвыкла от привычной вольной жизни. Жизнь переворачивается ног на ногу. Мы все люди. Все мы люди разные. Приходится общаться с совершенно разными людьми. Находимся мы в определенном пространстве, в ограниченном пространстве. Одни и те же люди. Изо дня в день. С утра до вечера. Поэтому действительно этот центр нужен. Психологическое восстановление и ресоциализация осужденных – одна из важнейших задач нового центра. Аврора – так он называется. С этого дня в течение полугода здесь будут находиться 24 человека. До последнего звонка с осужденными будут работать 4 специалиста. Будут там работать с ними психологи, социологи, медицинские работники. Может, даже стилистов пригласят. Чтобы женщины вспомнили, как они должны выглядеть. Самое главное, чтобы человек, который выходит из заключения, стал нормальным человеком. Чтобы мы не боялись за то, чтобы наши дети ходили по улицам. Чтобы мы сами вечером могли ходить спокойно по улицам. На сегодняшний день в 15-й женской колонии содержится 518 осужденных. Возможность попасть в реабилитационный центр есть у каждой. Но для этого им необходимо доказать, что они исправились и готовы к компромиссам сообществам. Начальники отрядов, которые постоянно работают в отрядах со спецконтингентом, готовят списки. Работают на протяжении нескольких месяцев с осужденными. Мы смотрим на длительность правопослушного поведения. Потом комиссионно, всеми сотрудниками учреждения, рассматриваем их на комиссии, беседуем и решаем. Об эффективности работы реабилитационного центра можно будет сказать уже через полгода, когда первая группа осужденных будет готова к выходу на свободу. Но положительный опыт уже есть. Всего в России при колониях работают 12 подобных реабилитационных центров.